welcome 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 сегодня мы немножко поиграем на руси сервере не знаю как долго ерун говорит можно но не принципиально давайте позвоним в skype ский и стартуем поиск игры у нас тут какая-то суперкоманда даймонд мы хвости до мира кстати ерун и дарки лаем я ему обещал прошлый раз он не попал в состав наш супер состав нашей бригады он не смог попасть добавляйтесь ребят в друзья и вы сможете следующий поиск попасть правда не знаю сколько у меня еще здесь слотов на друзей осталось и сидите на количество уже людей мне нужно хорошие такие регион стрелять умеешь трубку поднял рот не поднял ерун ты стрелять умеешь тишина так я буду урезать мне нужен адека кто стрелять умеет потому что я буду играть элизой супер skin song супер галактическая лиза и здесь больше ничего нет так только выбираем ветку эту а ежешь мы добрались до сюда главное было до сюда добраться ребят существует 4 очка доступа давайте регенерацию возьмем все да не хочет так и руны нам нужны с ability power вот так его рот занят едой кто знает кто знает дарки лайм будет наш дарки бери барьер барьер я по-английски написал по-русски друг или так тупо барьер там же квестные телепорты телепорты сделаем не волнуйся даймонд мэх дай сначала без телепортов поиграть и не умею вырезать ну ты же хил как точно также барьер юзай тебя бьют нажимаешь кто все эти люди это тайна эти люди приближенные к императору так вроде все нормально все видосики появились на ютубе видимо это какой-то баг был так и здесь вроде как монетизация не будет отключена на орна все отлично тогда я могу это закрывать сейф тэк ребят что у нас за стратегия такая будет на давайте уже в самой игре и вам ее расскажу скин поднял конечно поднял на скин кстати тоже поднял на мэйн аккаунте его купил но мне предложили типа на ру сервере скинцы супер галактические я согласился с пометкой что или за я сам куплю себе но видимо на эту пометку никто не обратил внимание я не именно только ее и далее жадные все же эти руре вот и хотя они там наверно вообще меня не знает поэтому кому что давать непонятно поэтому они дают только один скин для рекламы будем рекламировать ребят супер галактическую элизу я бы и так и так рекламировал правда на европейском сервере за бабки короче смейте что у нас получается мы будем играть и лизу саппорта или за за порт которая берет себе ешку и мы можем сразу идти инвейдить пацанов сожалению меня здесь рун на мастерок нет но пофиг для саппорта не имеет значения наша цель и ребят добраться до орден цензора и за счет моего вот этого хила за счет всех предметов которые будут хил давать или щитки я буду бафать нашу джинксу но по лицу сразу три золота заработал истинный саппорт сразу зарабатывает деньги а еще три золота я не против дожди маукой не уходи чаще чаще все будет тихо тихо маукой вот теперь вот еще три золота ждем пока вот эта штучка откатывается и мы зарабатываем 3 золота и еще три золота мне пока нравится они очень много денег мне дают москве эта война началась еще три золота и еще три золота какая война это просто так трезвует уже не 3 золота это 10 золоте же оранжевым становлюсь а это три золота в общем хотите верьте хотите нет ребят я где-то а ну да сорок одно золото я уже заработал за все это время и мы сняли вроде с нее сама не справа я правда в этом не уверен 1 джанглер чуть ниже я знаю чё там какая-то сгорбившиеся и лиза но 41 на 3 недели таки еще один раз десяточку заработал сбейкайте похиляйся зачем мне три золота ау а злая суть в том что ребят когда я меняю форму я становлюсь милишным чемпионом я могу ласхитить этого крипа и соответственно за счет этого зарабатывать ведь нами злая а а тупанул а не достать да и мои дети видите тоже могут добить крипа и заработать нам еще галдашки ребят там нами ну да у нами там 39 обилити пауэр вот это она вообще старательная самая старательная нами в моей жизни тридцать девять обилити пауэр ох ты ж какой баблик чё она будет чейзить меня но это же бессмысленно пойду в артецкий выбьем хе-хе-хе пойдем немножко среколимся восстановимся хп нам ловят нашего адекерия и адекерия почти делает килл на нам войне но никак не выходит пинг скачет ты куда убежал вообще dark line слинял с этой линии и не хочет на ней стоять так объявляю ребят поиск хорошего адекерия а то у нас тут соло одна нами победила которая 40 обилити пауэр взяла хватило ух ты ж да это же я всуну ну нормально на самом деле я не так сильно отстаю а нам не убить сейчас будет станчик оу хорош это же даймонд мех крипочком тебя полечу ну страшно вы кажется ей не страшно я кстати думал на в свое время в саппорте Элизы, учитывая, ну, что у меня на ней механика почти идеальная, а-ля ботовская такая механика, скриптовая, и... даже поигрывал ее. Но тогда я ее играл через Ability Power, а-ля Zyro. Как раз в те времена, когда Мальзахар был популярен, и тому подобные чемпионы. Ну, сейчас, так как, ребята, у нас это перешла в Ardent Censor, соответственно, нам надо именно такую играть Элизу. Будем придумывать, как это сделать. Первая составляющая у нас будет вот этот лик горы, это Таргон, да? Боис Таргона здесь. Face of the Mountain, ой, вспомнил, как он называется по-английски. Face of the Mountain эта штука нам будет давать щит, который я могу накидывать на себя, либо на союзника. Ну, если я накидываю на себя, то он автоматически кастуется еще на союзника, у которого меньше всего хп. и используя его, мы сможем с вами, ребят, Ardent Censor прокать. Как скин на Элизу. Нормальный скин на Элизу, смотри. Отлично. Мне только не нравится вот в этой анимации, как она ходит. И то, что озвучка стандартная. Ну, насколько я понимаю, это стандартная. Я, правда, чаще английскую версию слушаю, так что... Может быть, в реальности это не стандартная озвучка. Выбьем этот вард. И максить будем Ешку, потому что у меня стан здесь все дольше и дольше становится. Так, там шестой вейн уже получил. Ну да, она в соло стояла. Эту линию большую часть времени. Шаду Керри решил зареколиться. Блин, там крип был. О, прикольный баг игры. Обожаю этот баг игры. Ну, это не баг, это типа фича риудская. То, что чувак может увернуться за вейн от точечных всяких кушек. Запись этого стрима будет на ютубе? Ну, там не целиком, но, может быть, и целиком посмотрим. Должна быть, по сути. Так, мне надо тележку сейчас заласхитить. Спровоцируем саплингов. Ну и, наверное, среколюсь, хотя мне особо незачем. Реколиться не останемся. Плюс еще не забывайте, я буду получать после 650 золота, которое я заработаю через Таргон, постоянную пассивку, щиток. Соответственно, это будет мне позволять фейс-чекать некоторые места. Ну, как большинство саппортов должны фейс-чекать. Бэм, бэм, закидали их. Сиро? Кто такой я, Сиро? У тебя есть флэш? Есть флэш, но слишком долго. Слишком долго он тянул с флэшом. Че-че-че-че. Че это такое? Почему они за мной гонятся? Зато как сметить мы выглядим. Довольно страшно мы выглядим пауком. Такое, знаете, ой, напоминает Ай, вот если бы я попал в этот стан, все, выигранная катка была бы. Однозначно. Кура, это, видимо, она пушки свои так называет. Там, Кура, Сира. Че-то я хотел сказать. А, да, про то, что в StarCraft или XCOM напоминают. Надо отступить. Нас, Соло, побеждает нами на этой линии. Любая полтинь. Шедевр. А ты себе его купил на Вест? Конечно. Давай, Каин, Даймонд Мэховский. Ну что ж, мы добрались до Таргона. Нас там Даймонд Мэх всех уничтожает. Добрались до Таргона и теперь... О-хо-хо, с румящими ботинками. Сандалики. Нет, стой, стой. Что ж ты наделал? Моя истинная красота внутри. Уже нашлись чатики люди, которые... Вы не видели, что это будет. Такого билда никто не делал. Готов поспорить с тобой на деньги. Пойду саппортить. Домирекса. А, Домирекс, ты чего тут, короче? Грибы это мне не подсказал даже. Думаешь, я видел? Думаю, должен был. Идем. Не позволим погибнуть нашему грибу. У меня еще точек для тебя. Ох ты ж, ох ты ж, ох ты ж. И плюшку съем. Ты хочешь ловить, шака? по-моему он нас обманул обшакил нас от его нашел бирон убежал вот так на из урон говорит вейн спасибо спасибо вейн отлично урон мы вносим так следующий предмет который мы будем собирать это будет ардент к для того чтобы наконец-то я мог начать с этой пассивкой пользоваться я до конца это собрал чтобы стать более танковым теперь когда я уже стал более танковым надо будет заниматься именно этим выходить в ардент он обходит там джинксу назад блин я еще был замедлен а дава и там те щиток даймонд мэх ух ты шо 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 вторым спелом максим кушку по той простой причине вовсе кстати 650 получил что там процентный урон и мне как бы по барабану будет у меня реально что-то собрано или нет но урон все равно буду наносить его достаточно большой какие смурфы каких смурфах идет речь кто там смурфом является я устал танковать дам те щиток там где-то подходит эти гана короче умная не она вы видели она бубль прямо на мой репель кинула скриптер не не меньше но зато у меня появился сразу следующий предмет и покупаем ботинки на кдр чтобы у нас кдр было чаще откатывался наш хилл и наш флэш потому что чем чаще я буду давать хилл и щитки тем лучше теперь каждый мой щиток будет усиливать моего союзника плюс мои щитки стали по факту сильнее нифига это что-то просто шотнул чувака а вардилка будет вардилка будет просто в этой стадии там в первые 15 минут ладно тут я уже немножко далеко загнул в первые 15 минут вардилка не так прям вот сверх важно зачастую вы там можете жить за счет защитного тотема то есть даже вот я раздаю очков столько же сколько она тем более что сейчас когда нами тоже шла варден цензор но она должна была вообще-то его рашит просто она его не заражила и пинк варды не забывайте покупать можно ух ты ж и мне 137 скриптера наказали пинк варды а ничё я щас орден цензорить буду нашего прекрати быть такой злой волна и накрывает и куда пропал у нас куда-то пропал один игрок еще один игрок пропал вы почему пропадаете с карты пусть к пусть к пусть к пусть к живут своей жизнью говорит джинкса ребят как те скинчик отличный скинчик не дико нравится здесь анимация лица и и команда решила пойти а еще мне нравится то что когда я делаю кушку на аля матрица срабатывает то есть ты понимаешь точно что ты наносишь адовый урон вы что же это видите да должны видеть все должны это видите уважать мой урон вот и все можно теперь сайт с том купить раз нам хватает денег на него следующая наша покупка это либо редэмпшен либо на на редэмпшен лучше взять чтобы у нас была уешенный хилл для всей команды вот без саппорта погиб уранус и надо вышку на топе будучи сломать по причине того что мы до сих пор и они не поломали куда он делся да наверно куда туда вызываем здесь штучку кстати надо будет уже защитный тотем продать этот надо будет взять красный просветочку ей лучше пользоваться и по золоту я не особо буду уступать опять же это все зависит только от того насколько вы хорошо играете на и лизе так это конечно слишком рискованно что него попало я думал он будет удуджить что-то творится живи три полкил ну смотрите как хорош уранус и они сдались я вам не показал фулбил прется еще раз что отчего вы помиду скрабом просто не пробили потому что игра должна идти правильно потому что если мы провалились на миде это затянулось бы это просто бы все затянулось а так как есть надпись окей появилась а это мне за или задали иску что поделать а я посчитал ребят весь фулбил должен стоить 12000 там 11 800 если я правильно помню округлим 12000 потому что вы еще пинкварды будете покупать 12000 зарабатывается там за 25 минут 26 минут то есть вы доберетесь до фулбилда может быть в следующий раз доберемся до фулбилда так и надо было затягивать стоит ли довериться риту и купить скин на эж для благотворительность ли с этим скином играть не будешь смысле довериться риту что тебе не нравится в этой фразе что они ерун ты еще будешь ерун видимо не будет ребят он и так молчал все это время тут можно делать я что-то делаю изейшая дальше элиза только паук в безопасности это да только паучки смотрите какая она няшная как раз ядовитый взгляд вроде бы няшный но ядовитый взгляд видеть ики как это называется poison ice your blood are ice что-то там было venom poison как же эта песня называлась но к сожалению я включить не могу иначе просто звук пропадет на ютубе лучше оставить какую моралку тебе надо что ты там придумал нам жанглер нужен ты лучше на большие глаза посмотри большие глаза они спрятаны мы не знаем что там возможно там пушап и уже тогда будет не так все интересно долго нару будешь играть но поиграем еще часть к полтора завтра напоминаю в 11 00 у нас чемпионат мира играет команда лангжу против команды samsung самый интересный четвертьфинал на самом деле ну для меня понятно самое интересное будет с команды cloud nine но по факту накала того что может произойти в четвертьфинале завтра будет самый интересный ну как я вам говорил по расписанию они решили сделать с сначала не китайские команды на субботу воскресенье китайские команды через тот талант мы бы играли toxic бьяка но у меня здесь видишь секретный талант икс секретный талант икс и я не через него играть буду просто буду играть но по факту да можно брать stoneborn пакт в русской версии не помню как он называется stoneborn пакт и тогда каждая мой cc эффект это еще одно дополнение моя ешка будет позволять моим союзникам ну а с другой стороны можно на линии брать через кдр пять процентов кдр добавить себе это что за талант это новый таланта самый новый талант только с покупкой и лизы на ру сервере дается на моем аккаунте называется икс талант любой талант может прокнуть есть шанс что клоу дайна выиграют чемпионат мира выиграют нет думаю нет шансов чтобы выиграть почему же риу то не сказали об этом такие они скрывают пасхалочки оставляют все специально и видели уже новый ролик рита легенд legend never die кто-то скажет но мы же слышали эту песню до песню вы слышали но риу то еще и ролик выпустили можете меня в группе вконтакте найти его но можете у них просто на официалке найти а можете меня в группе вконтакте что круче гораздо как мне кажется всем дам ссылку и подписывайтесь группа если вы не очень еще не подписались чемпионат мира вообще не азиаты выигрывали выигрывали первый чемпионат мира когда не было азиатского региона есть я никого не обманывая это правда ребят когда был первый чемпионат мира не было региона корейского и китайского были азиатские команды но они были собраны в сами понимаете там парочку корейцев объединились с китайцем сказали а давайте на американском европейском сервере научимся играть в лигу легенд с пингом 250 и попытаемся на чемпионате мира что-то показать так в общем то и было вот первый чемпионат мира играли европейцы с американцами финал выиграли европейцы фанатики победили или подождите европейцы европейцами играли финал cloud nine антелга и уже это была команда 2 по моему или алла генс автор эти были ну короче финал был европейский фанатике то ли с алла генс автор эти играли команды а который больше не существует либо с лга и у тысяч не могу вспомнить поэтому многих игроков корейских которые самого начала играют у них все равно только шесть сезона шестой такой сезон идет вместо 7 7 как у всех нас долго что-то мы грузимся финал был фанатике против скт не скт тогда не существовало может быть там другая команда какая-то с похожим названием это перепутал но это было не азиатская точно нечет казалось что это были американцы финале но ошибаюсь кстати победы фанатиков на чемпионате мира на джарвана больше не выпускали скинов а с к гейминг вот но это тоже европейцы с к гейминг есть посудить так что да это ближе к истине на с к гейминг о лагер нс авторитет лга и у это все команды вот которые были там чемпионате мира но не все там еще более время между лидерами были вот они между собой решали кто же выиграет на зачастую половина игроков из тех составов до сих пор играют либо хоть как-то связаны с лига легенд и фроги нас вас и викид и экспеки ценит все они нам именно знакомы пойдем деньги зарабатывать чего как эти все лечат там по кустикам а то у меня 0 золота надо с автоатак подзаработать немножко чё где враги то что больно как-то а чё до меня не видно им надо вот сюда зайти чтобы меня увидеть так работает механика игры до экспеки делся экспеки создал свою команду индивидуальный origin она называется но его команда вылетела из лцс и ну сейчас видимо под забил начал на митинге ходить в барселоне вроде бы как раз тоже каталонец был я в этом не уверен ну он был испанцем ребят и остался им нет плюс да еще не забывайте что я могу потом прокать орден цензов за счет убийства крипов то что я хиляю таким образом своего союзника за счет зеленого нам убили даймонд меха там сыгна и там вроде я особо был на 4 у тебя в квартире зайра наверняка там кучу всего расставил стоп куда делась за это я думал она сюда кучу всего расставила честно закидает спеллами а ее нету тут и тележку мы залосить чтобы золото больше заработать тебя тут за ирана давала ростков нифига он короче он знает что я умею делать просто убежал от меня видели красивая паучиха пишет я сам красивые я псу ну угадал почти что куда он станет я сам повсюду они поджидят наш ясу умер ничего не дают они мне их похарасить никак я только с автоатак могу бандита прокать но сами понимаете довольно тяжело ним воспользоваться что у джина выше урон чем у меня я могу им пользоваться только при условии что он после этого не будет пытаться давать авто атаку по мне ну сейчас ждем снова тележку у меня стак есть я знаю что союзник убить нет ну таварда ведь совсем не хотелось под вышку полечим немножко союзник 15 хп но лучше чем ничего ух это было очень классно я думал вот этого мелкого мопса пойдет ласт хитить почему почему росток не добил да что ж он такой скриптовый что сейчас играет лига легенд играет ерун любая он а а изи разбайчина нифига там парни миллиард флэшей сделали у лиза еще есть это потенциал товар дайва в отличие от других саппорт ух а нас тут выехали давай на хили попытаться убежать тебя прикрою бро отлично у у меня есть флэш е но джин не знаю поймаем ли мы его таким образом как бы поймать этого кайна бегающего нет вышка у меня закреп блокила и не смог дать авто атаку и отойти ладно я тогда лучше стреколюсь чтобы быстрее деньги зарабатывать не зря я на красную процветку взял я хочу просто просветка выбить отсюда в арте если он будет здесь стоять и отсюда их харасить джинк стрим палит так джинкс за меня ей можно а вот этот парень а я я ему нельзя так побеждать расставимся как есть бы сразу ориентироваться ребенок мой борется за место него другой ребенок появился и попытаемся под фризу нет немножко все она пришла берем 6 ульту усиливаем наших пауков хотя как раз таки наверно здесь на этой линии не особо это будет нам помогать а вот то что я хотел по выбивать ребят все это дает опыт который нам нужен комрады погибают здесь тоже вард стоит видите у меня просветка есть пинг мы туда влепили а просветкой здесь сейчас зачистим у них зайра не играет так что ребят не волнуйтесь там зайра совсем не играет то ли у него лаги какие то то ли что 45 почти что идет игра почему ты меня удаляешь из друзей в лоле не знаю а ты кто говорят а зир куда-то делался вон он вон он решил потанковать за джинксу джинкса в ешечку как раз стало а и вент ту вест хорошо добавишься еще раз и не аккуратнее джинкс там говорят на нас идут ну пришлось хоть как-то разменяться там азир конечно неожиданно пришел очень не а не выданная зерна не страшно у меня уже торгон появился зато и теперь будем пылающие кадилло собирать теперь точно знаю как она называется у гуджоп там видимо ульта на мид полетела я не обратил внимание тем временем там я в суну подпушивают на что билд даймонд маха знаете это перед выходом в открытый космос фильм был экипаж старый такой фильм 80-х годов сейчас есть ремейк довольно неплохой кстати говоря но вот в том фильме экипаж 80-х годов там было нереалистичная сцена как они собирались в открытом ну не космосе а на высоте там 5000 метров выйти в открытый вот это вот пространство и зашить там то что крыло отваливается помн там так было по сюжету и чтобы там не замерзнуть куча разных рубашек надевал на себя человек такой вот интересный момент был фильме но он не реалистично вообще потому что как бы зашить его прямо во время полета крыло это почти нереально смотрите как мы быстро вышку пушим только задевались враги и сразу же фибе фибе вичку у меня уже почти кадила появилась сейчас надо наверно свапаться насоса сюда отсылать нам идти на топ не факт но вполне реалистичная тема через мид пройдем может азура поймаем сейчас будет супер плейс от меня как он это делает он просто монстр ау и она была на тележку этот стак сохранить ух ух ты ж ты куда они мои ну или у меня нет урона обилить пауэр элизы я бы двоих убил но что то как то ну типа джанглером элизы но здесь это что то как то вообще кайну не смог даже соточку снести только присоединился где орна или это новый челлендж мы сейчас на руссервере играем орна видосик выпущется на ютубе в 23.00 сегодня ребят может быть пораньше его запущу просто сейчас стрим идет все но никто не пойдет смотреть ролик но ролик уже есть на ютубе так сказать лежит просто он еще не доступен вам для просмотра сколько зарабатывает хороший стример хороший не зарабатывают плохие зарабатывают только деньги потому что они продаются а я не продаюсь поэтому я не зарабатываю у тебя есть шанс помочь мне не зарабатывать все у меня уже шестьсот пятьдесят золотишко давай ежи а я в тебя верил ты мне был как брат у так и куда мне приземляться что я такой медленный ну вообще комрады кстати как вчера за орна отыграл отлично отыграл до гол тела спустился как и хотел я на самом деле я уже говорил вчера просто я понял что у меня лустрик начался я решил поменять хоть что-то ну во первых посмотреть орна мне реально показалось что этот чемпион может быть хорошим и например вот то что вчера я увидел проблема у меня только в мидгейме была на орне а так очень сильный чемпион на линии я например не вижу как ему проигрывать на линии только там против каких-то жестких контрпиков типа фиоры и с ббс там но опять же только с ббс там ну что даже и релью ту же самую я побеждал и это учитывая что сколько еще ошибок там творил за этого чемпиона читая просветку взял ребята и видите ничего не дает это как раз к вопросу о том почему ты сайт стоун не зарашил а какой смысл он они не ставят варды они и соответственно какой смысл поставить мне варды сейчас объясню кто-то скажет ну как то если поставить больше вардов будет победа есть табличка вот я не помню где ее видел то ли я ее видел в новостях ариотов то ли я ее видел просто где-то в интернете там было расписание ну так сказать расписано не расписание а расписано эффективность вардов по расставлению и в ней было сказано если у тебя преимущество по вардам над врагами всего лишь в десять вардов то эффективность их такая же самая то есть у тебя должно быть колоссальное преимущество колоссальное преимущество по вардам над врагом чтобы это придало хоть какую-то эффективность чё тут совсем совсем рамсы попутал не честный джинкс ульт ульт сюда или куда он делся ладно так вот и помимо этого эффективность вардов в первые 15 минут очень низкая си джонни не попал ни одним спеллами я не получил ассист хасти ты чего я ему дал специально плюшками отхил видели как я специально бил вот этих крипов это маленькие фишечки для саппорта чтобы знать как заработать деньги а он а он а он меня подвел не согласен с чем-то не согласен со статистикой не согласен я ты можешь конечно не соглашаться со статистикой но статистика она такая с ней ну это как быть не согласным что там винрейт у какого-то чемпиона соло-ку ниже чем обычно то есть ты можешь быть конечно не согласен это нормально а че застрял ух ты красавица джинкс орден сенсор уже прокает я не промахнулся я не достал для меня это одно и то же просто первые 15 минут эффективность вардов ниже гораздо чем и их же эффективность там начинает сороковой минуты ой ели спас тебя на самом деле я мог мог там прописать но чё то я издалека совсем его кидал на донышке надо было говорить она говорит на волоске ну что за глупая не знает вот вот адаптация очень слабенькая ребят ну как он меня прочитал поехали о интересно чё произойдет суставу рон то все равно нанесся я по моему первый раз увидел кайна ультующего в меня урон нанесся все равно а я что у нас не так много хп я всех полечу когда-нибудь когда у меня предметы появятся воу никаких автоатак что творят эти джинксы спасение рядовой свининки спасена рядовая свининка орден сензор ребят даже в этой игре тащит только я так и не могу сделать билд флоу чтобы показать вам как он работает к сожалению ну если ты играл на миде не 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 подождите ребят вы по моему что-то не поняли вопрос идет о саппортах вопрос шел о саппортах они о мид лейнере топ лейнере джанглере там совершенно другая математика вопрос идет о саппортах саппорт эффективность вардо в первые 15 минут очень низкая потому что соло куб первые 10 минут ты сто процентов находишься на своей линии снизу очень редко бывает 4 мэн даевы какие-то которые сломают вышку то бишь получается что ты не можешь вообще воспользоваться своими вардами купил себе вардов а толку от них ну расставляешь там дублируешь их по 4 раза на ботлейне эти варды такие дела ребят ну и соответственно я говорю самые эффективные варды получается это в лейт-гейме в мид-гейме их эффективность тоже выше становится это не означает что они вообще не нужны они нужны но я как раз намекаю что можно за счет пинг вардов там с запасом если их покупать не одну штучку за игру а вот в этой стадии игры купить 4 штуки там допустим уже хуйня больше хуйня больше хуйня больше хуйня адский пекарь поддержал на 50 да да виктористрик виктористрик спасибо видите виктористрик у нас на ру сервере а я опять сдались да что ж такое только мне стоит купить второй предмет как все заканчивается я просто main support играют вижена тут тоже очень важный еще пунктик есть сейчас саппорты поменяли мету сейчас пик саппорты не особо популярные сейчас в основном орден цензор саппорты ротационные популярные сейчас объясню что это все значит запустим снова поиск не терял духа чуть херня по всплывала кайт херня как можно больше зарабатывать ключей больше отдавайте рио там ой как быстро находятся игры здесь прям мечта не сервер мечта а не сервер go quest tp ну давайте вместо флэша возьму т.п. давайте вместо флэша т.п. возьму мне просто хил нужен для ну вы поняли так вот те саппорты которые пик саппорта считается это блиц кранг трэш леона кто у нас там еще ловушки умеет устраивать заэра кстати говоря в свое время неплохо ловушки устраивала маль захар там если его взять в качестве бывшего саппорта x-саппорта и вот таких вот саппортов вы поняли надеюсь схему то бишь когда вы используете но увижу на оппонентов в пользу себя вы заходите со спины на их мид лейнера заходит со спины на их топера заходите там в красный лес все используя за счет вижена но чаще всего этот саппорт работал с джанглером то есть почему многие сейчас саппорты такие глупые они смотрят lcs игры смотрят матчи там простых и по какой-то причине считают что а это все дело только в ардент в арденте то есть мол ну пофиг что у него ардент будет в лейте да они станут сильнее но зато я вот на наутилусе победил линию молодец ты линию победил но дальше ты бегаешь зачем-то за своим адекере в том-то и суть что твой саппорт он не бегает за адекере он работает с мид лейнером там ну может быть не мид лейнера 7 лейнер контроль маг то это тоже не имеет значения он работает там с чемпионом который может наносить урон то есть ассасин либо второй танк и вы вдвоем tower 9 и как раз тогда vision вам реально нужен но вот эти вот лулу жанна сона им вообще варды не нужны два варда хватит на половину игры просто чтобы вас не зашли со спины один вард здесь один вард предварительный там на выходе из трайбуша все и вам этого хватает на 15 минут этого вполне достаточно именно поэтому они спокойно и rush это ордент не покупая никаких сайт стоунов а после ордента покупает некоторые ботинки вторые покупают даже просто локет и только потом переходит сайт стоун об этом и идет речь просто терпит 15 минут и они не отходят ни на шаг от своего адекере в этом и суть вы сейчас могли заметить что если вы играете с каким-нибудь блиц кранком в команде вы проигрываете игру вы не только ее проигрываете потому что там ордент сильно повара пита до керри и он может начинать всех убивать вы еще проигрывать потому что ваш саппорт играет неправильно он победит линию а дальше он начинает бегать и не понимать что ему делать он просто не понимает что ему делать а в реальность вам в этот момент должен оставить своего до керри в покое она должна уходить на free фарм боковая линия мид лейн топлый не имеет значение где она будет фармиться ваша до керри будет бегать а вы должны просто бегать со своими керри вторыми которые в мид гейме тащат если у вас там мид гейм мид лейнер идите с ним если у вас топ лейнер типа ясу ревенка идите к нему и убиваете игрока если у вас джанглер там типа лисин и лиза я не знаю варвик какой-нибудь все с ним бегаете вы его начинаете саппортить ему начинаете помогать и как развороты вам нужны тогда вот в этом вся проблема они этого не понимают они вот исходят из того что было как типа в прошлой игре он проиграл а он проиграл потому что типа мы победили линию лулу вместе с джинксой пошли наверх пушили вверх потом лулу вместе джинксой пришли на мид побеждали о ну значит надо так и играть я потом тоже джинкс плюс наутилус пойду наверх джинкс плюс там наутилус или какой-нибудь я не знаю трэш пойдем на мид нет братишки не надо ходить на с ней дамит она сама разберется куда я идти а ты должен как раз таки другими делами заниматься это так все лирика ребят где твоя мастерка у меня иксовая мастерка я профессор x все золото заработал мне нормально сейчас сильвер плееры подумают так нет я все потом попытался объяснить надеюсь понимаете и опять же вот эти орден саппорта они не гнушаются покупать пинг варды то бишь у них есть вард постоянно здесь защитный вот этот желтый который они меняют где-то только на 13 левеле и есть у них постоянно пинг вард после каждого бэка они сделают бэк не на 500 золото а делают бэк так чтобы 75 золота сверху было то и больше чтобы два пинг варда купить чтобы выбить вард противника вернуть часть денег не забывайте это вложение в будущее так сказать вы покупаете пинг за 75 выбивая вард противника получите 30 назад ну как бы чем не круто да ребят все блин продай детей потерял ну ладно такие дела поэтому вот я и говорю что то что вот здесь я делаю я сегодня посидел подумал по ориентировался и понял что ну в реальности это вполне нормальная схема я думала побежит на нами слушая ордент прокает спасивки таланта каменоножный пак типа когда ты замедляешь противника союзников это не ухилит спалуки должно работать замедляешь противника чего каменно рожденный пакт stoneborn пакт он не от замедления он хилит противника когда ты на него накидываешься эффект там так работает то есть не только замедление стамп откидывания все это работает тоже и да все верно ордент сработает то бишь суть как идет ты замедляешь противника когда ты будешь наносить по этому противнику урон ты будешь восстанавливать хп и когда твой союзник будет наносить поэтому противнику урон он будет тоже восстанавливать хп вот так это все и работает Просто то вдруг ты думаешь, что только замедление Я поэтому тебе поправку говорю Здесь не только замедление Мои дети Идти поагрессивнее С какого ЭЛа ребята начинают? Честно, даже с платиной Если захотеть, даже с платиной ребята уже добираются до фарма ЛЦС уровня Дело в том, что ЛЦС уровень не только фармится, они и харасят на линии Они не дают вам фармиться Вы же знаете, что в Лиге Легианд, не как в Доте, где можно донять крипов Здесь нельзя донять крипов Здесь единственная возможность задонять крипов Это постоянно харасить противника Да боже ты мой, серьезно, такой рейндж? Он до мной издевается Надо отступать, бро У нас есть телепорт, и мы можем с них вернуться Слышишь? Дранкер Что-то мне подсказывает, я сейчас им и воспользуюсь Мы тут этот квест выполняем на 5 телепортов Ты поигрываешь в Доту? Нет, не поигрываю, но интернешнл и смотрю Ну, вообще интересно Что у них там происходит Пойду поотменяю реколы, если успею Все мы чем-то ожидаем Нет, не успел ЛБ саппорт пробовал Ну, я знаю, что ЛБ из шака саппорта Были в Корее, пробовались Сам не пробовал Ну, потому что я вообще не ЛБ игрок Вот за маленький тринкет я 10 золота получил 50 абилити пауэр Моргана Ты просто Смотришь на это и понимаешь, насколько честно Когда у тебя нет руна А у чуваков есть руна Просто у него 50 абилити пауэр, ребят Ну, не страшно на самом деле А про Ходс чего скажешь? Ходс поиграл пару раз Очень не понравилась игра Сейчас, секунду У меня что-то не то заиграло походу Не то Я секунду подумал, что это не из Варкрафта И испугался А у нас тут, конечно, тяжелая линия Очень тяжелая линия Просто Моргана С тонной абилити пауэр Слишком опасно Я тебя похиляю Чтобы мы могли постоять немного на этой линии еще Ходс мне не очень много Понравился Хардстоун на первых парах Мне понравился, скажу прямо То есть Отличная игра была Но чем дальше патчи выходили Тем меньше она мне начинала нравиться Так, у нас был донатик, но бесшумный, поэтому я не знаю, что там произошло Воу 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 Уу, джоптим И это фебия Или пэка Пэрвэй кровь А как будет по-польски кровь? Пэрша Пэрша кровушка Пэрша кровушка, ребят Ну, наверное, как-нибудь так, я не знаю Пэрша кровь Пэрша кровь А я на самом деле тоже не знаю, как по-латышски наиболее правильно будет это сказать Пэрш 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 Союзник убит, сказали Но я им не верю, они обманывают нас Все наши союзники живы Про сцена, да Настоящая про сцена у нас Так я хочу посмотреть, что там за донат был Я понял, в чем проблема была Я донат пэем в админку написал Они мне ответили, в чем проблема была А, это был просто 40 рублей донат На развитие Спасибо, северный 40 рублей Просто там от 50 рублей только голосовая идет Но я все равно зачитываю То есть вы не бойтесь Я даже рубль зачитаю Кстати, по-моему, минималка была там 15 рублей Но это связано уже с банком То есть как бы Невыгодно проводить транзакции на 1-2 рубля Когда банк берет комиссии хоть какие-то Поэтому там и есть у них 15, минималка Да боже мой, она реально скриптер Мне кажется, в Ходсе есть интересная идея Ну, я честно говоря, я мало отыграл То, что я отыграл, мне очень не понравилось Идеи, да, наверняка есть Иначе бы вообще никто в нее не играл Но все же, мне кажется Слишком, как это называется Радикальные идеи у них получились Радикалы они все сделаны О, вот это скриптер Вот это я выдаю Так, я решил не улынить Мы можем затедавить Если хочешь Только дай мне начать Что там? Ой, там крипов нет Ой, там крипов нет Бежим Бежим Вот убьют тебя, будешь горевать потом У меня есть ТП У тебя есть ТП? Трик Он пинквард изи за дефл Да кушать за скриптер вообще Она реально скриптовая Ничего не поделать Там люди проходцы обсуждают Ну Я свои ощущения только передал, ребят Иногда они есть Знаешь же, еще и с Тандерлордом С Тандерлордом Оп Мне кажется, мы проиграли Размен Хотя у него лайфстил есть А у меня скоро зеленка Это откатится Нет Нет Я так не играю Так Может он здесь дурачком остался Он не остался там дурачком Что поделать Что поделать Да не переживайте, ребят Скоро Ордент Сензор И все И победка Тот самый момент Когда, знаете, эти рандомные партнеры на руссервере И играют лучше, чем рандомные партнеры Из Довольно высокого Элла В Европе Просто Те там адекери, которые мне попадались Это Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Я думал, я вне рейнджа Бросай меня Дурака Она просто шкриптер Вот и все Кстати, она на этом, на Чизовом же скине играет У которой кушка длиннее Наверное, в этом прикол, почему я постоянно попадаюсь Тут кушка длиннее, ребят Что там у нас, давайте Поменяем как есть Так вот Ну все нормально, что там за пережевывание идет Вообще никакой дырки Все, у меня чатик превратился В холивар Что такое хоц? Hero of the Storm, близзардовская игра Не очень популярная Невосприимчивость к магии И фига там Какое длинное сообщение нам написали Ну да, да, это этот скин я сейчас смотрю Это скин, где кушка летит дальше, чем анимация показывает Который запрещен на ЛЦСе, кстати говоря Ну такие скины есть, я уже про них рассказывал Вот этот как раз один из них Ой-ой-ой, Зедушка беги Дедушка, Зедушка Что ж у тебя там происходит? Парагон пробовал играть Не особо помню Я разный мусор запускал, ребят На несколько минут Так что, может быть, я забыл название Что это значит Название знакомое То есть вполне реально, что это то, что я Пробовал Зед столько времени выиграл Ну мы вышку сломали И сейчас еще заберем Вы видели баг? Кто видел? Я отсюда дал автоатаку сюда Кто это видел, ребят, кроме меня? Это баг этого скина Или это баг просто Какой-то на Ру-сервере произошел, честно? Да, это какая-то дурацкая ситуация была То есть я перевоплотился И у меня осталась анимация уже типа Я паук Но раньше автоатаки, как у человека Зед думал, реально может нас убить А у нас столько щитков За Дефлин Зед игноет флэш, я понимаю Так, да? Или просто Через телепорт вернемся У нас есть ТП Не забывайте, ребят У нас есть ТП Используем их с умом Потому что у них преимущество Над нами в том, что они могут Улынить А мы можем постоянно Размениваться И возвращаться на линию через ТП Любая паутина Шедевр Ой Как я-то не попал Зед с Тундерлордом Вот опять, видели? Ребят, я не шучу Ааааа Это не... Все, я понял Это не баг Это вот это... Это лик горы делает Это лик горы Он же увеличивает рейндж автоатаки На добивание крипа Все, я понял, что это такое Здесь, типа, рейндж автоатаки Увеличивается на добивание крипа Поэтому у меня в милишной форме Такой рейндж автоатаки получается Вот, смотрите, сейчас покажу Видите? Все, я просто, ну, Элизу-то Не играю саппортом Поэтому я реально удивился Думаю, что за Происходит У нас там Мао хочет Организовать битву По-моему, только Мао и хочет Организовать битву Все остальные Почему-то меня не зафаловили Меня закидали спеллами И убили Тогда-то ты бил вард Ну, возможно, какой-то Остаточный баг остался С вардом Так-то да Я тогда бил вард Действительно Прочные щита Составляет 81 Чего-чего-чего-чего там Дает постоянный щит 324 Щит медленно восстанавливается В небо Убийство миньонов Фиктивного трояга Восстанавливает прочные щита На 81 Понятно Поглощает 162 То есть я щит могу На своих союзников Дать 162 Гуд джоб У меня есть щиты Снова эти Я смогу прикрыть Если ZZL и нет Ага, он думал Это работает Так легко То есть вот смотрите На добивание Могу вот так вот Издалека бить Видите Надо доломать Стою вышку Что? Что это было? Щиточек Блин Блин, что-то тут Ересь какая-то творится Вы куда? Ууу Хуй, Люциан выжил, что? Извини, Люциан Ты на стрим не попал Со своим побегом Но он вот так вот Как-то убежал от них Люциан без меня Фармится, пошел Надо его найти И убить за это Ой Я кого-то нашел И умер Нет Z на своей тени Притянул другого Z к нам Это выглядело Прикольно Промазал в упор станом Я не в Моргану царился Моргана меня не интересовало А так да Если ты про этот стан То да Этот стан я промахнулся Ну все остальные-то Станы я попал Я не в Моргану царился А дальше в Кейтлин Но Кейтлин убежала Потому что я сначала Грагаса застанил Хотел не дать ему Камбу проделать А он ее все равно Сделал всю Все, у меня Орден Сензор есть, ребят Мои монстры Где мой адекерри? Можем давать биту Теперь где угодно Сейчас она Какая Умненькая Не, кстати Зеленый Голдер Мне нравится Он на самом деле Очень сильный щиток дает Эх Четка не хватило Так, Грагас Не надо ничего делать Нормально Теоретически Можно, наверное, даже Уйти отсюда О, там большой пак На топе Че, они опять сдались? Да что это такое-то? Так, ребята Как это называется? Официально заявляю Самые большие трусы Играют На Ру-сервере Потому что я никогда Не видел Чтобы люди сдавались Вообще Не потеряв Ничего еще Три игры подряд Люди сдаются Как бы Вообще 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 Шеньки Что с ними не так? Почему они сдаются? Я не могу вам показать Фуллбилд Никак Они все сдаются И сдаются Так, написать Какие квесты Мы можем выполнить еще Сейчас давайте Посмотрим Что мы там Выполнить можем еще Так Скопировать Я не хочу ничего делать Доступно Только в пвп режимах Хотя Сколько я получу За это? 5 жетонов А, или нет Мне влом Там надо просто Перелогиниваться Упорству Нет пределов Выиграете Купив Грань бесконечности Морлана Бекон И Знамение Рандуина Понятно То есть Только это Я могу еще Выполнить А сколько Я вообще Этих очков Уже набрал Сейчас Секунду 55 То есть Мне 5 Надо сделать Только 14 часов Ну блин Мне надо Логиниться А Сейчас Сейчас Секунду Ребята Залогинюсь На шару Понажимаю Что-нибудь Что-нибудь Там же Не обязательно Угадать Результат В этой версии Да Или здесь Надо угадать Результат Что-то Я не понял Спрогнозирую Не просто Спрогнозировать Какой угодно Вот СКТ Победят Эти Победят Эти Победят Эти Победят Все первые Побеждают Все СКТ Чемпион мира Все Поделиться Нет Делиться Ни с кем Не будем Таким Я бы Не поделился Все первые Команды Победили У меня Так Перелогинив А то Я опять Теперь А не Нормально Все Все Окей Должна была Быть Выполнена Сразу Видимо Надо Перезайти Так Чего У нас Тут Кто-то Не нажимает Ох Ох Цептус А Тут Еще Були У нас Новые Люди Дрон И Ксерон Так Дрон И Ксерон Дрон Ксерона Нет Во Все А Это Это Ерон Так Но Я Никому Не Отменил Я Смотрю Вроде Сами Люди Отменяли Только О Выполнилось Да Отлично Все Теперь Мне надо Грань Бесконечности Что такое Грань Бесконечности А это Infinite Age Infinite Age Infinite Age Marlon Marlon Mekon Runduin Придется Адукерить Ребят Стрим По-элиски Закончился Будем Адукерить А Кто-то Из наших Не нажал Так Кем я буду Адукерить Тут же Новая Снете Иконочка Появилась Теперь Можно Выбирать Адыкерия Среди Адыкерия У меня есть Такой Такой И такой Грань Бесконечности Давайте попробуем Крит билд Крит билд Мисс Форчун Потому что я сам Человек Который Постоянно Мисс Фортуну Собирает Не через криты Вы знаете Давайте попробуем Через криты Ее собрать Чатик Потому что Мне постоянно Говорит Что я не прав Почти добрались 18 очков Надо Чтоб добраться Можно взять Саппорт И все Купить ему Сразу Ну тогда Мы проиграем Ведь там Надо выиграть Какая классная Мелодия Вам нравится? Если вам нравится Эта мелодия Я кое-что Поставлю дальше Но вы должны Написать Да или нет Если пишите Нет Я другое Буду ставить Ну Больше было Да Чем нет Поэтому Ставим Ребят Тогда Эту Это плейлист Варкрафт 2 Сейчас будет А то что Перед этим Играло Это в Варкрафте Третьем Шуточная Мелодия Была добавлена С органом И так далее Дубликат Так сказать Варкрафт 2 Мелодии И сейчас Мы будем На пиратке Играть Мне вообще Казалось Первое время Когда я увидел Вот эту картинку Когда я начинал Играть Варкрафт Что это будет Что-то по типу Синбада Морехода Сейчас покажу Смотрите Видите как здесь Выглядит Такой пират Как будто мужик Попадающий На Гоблина Пирата И я подумал Про себя Наверное Это будет история Про какого-то Одного персонажа Аля там Принц Персия Синбад Который будет Путешествовать По мирам И натолкнется На каких-то Орков Гоблинов А оказалось Это вообще Стратегия И Вот В которой Надо лес Рубить Золото Добывать И Многим Мзды давать Ну Эта картинка Она как раз На диске С коробкой Была И нефть Да Кстати Во второй части Еще же нефть Была Ты прав Там Была Морские Битвы Самые Унылые Битвы В моей Жизни Там Потому что Если я правильно Помню Было По два Вида Судень Ну Было Три вида Их Один Это Добыватель И Два Вида Военных Судов Блин А умения Это я Короче Мои руны То я не поменял Ну ладно Там Они и так Не особо полезные Так что не страшно О У нас Эвелинка В команде Да это же Эвелинка Когда она смеется Она трясет Свои пушки Браун тоже Трясет Свою Одну Пушку Но Это не Мне очень интересно В этом скине Не очень хорошо Видно Кстати Я забыл Это то вам Показывать У меня же есть Плюшки Ай Ребята А вы мне не подсказывали Не опцы У меня есть плюшки А я могу вам их показывать Есть грустные Омому Вот смотрите Грустные Омому Их тоже можно За денежки Приобрести Насколько я знаю Там цены не такие высокие На русервере Так тем более Даже на европе Не такие высокие Просто Я вообще Решил Ничего не покупать Кроме Того что мне нужно А Элиза мне нужна Поэтому я ее купил Так что Кто не в курсе В магазине Можно дополнительные эмоции Купить И спамить После поражения Вот этот значок Когда вы думаете Что вы уже проиграли Спамить Вот этот значок Типа Я сдаюсь Не трогать меня Я с белым флагом Кстати я пиратка И я с белым флагом Идеальный фарм Просто лучший фарм на свете Так Что происходит Гену крокодила я ударил Я понимаю Что он хотел добра Только нам всем Но Извини гена Я тебе не доверяю Наверное Потому что ты крокодил Там что-то Нами уснула Ломай ее Это же Ферст Блад Ну какой-то странный ФБ Сори Как говорится Гена крокодил Не виноват Ой это было неудачно Для гена крокодила Весьма неудачный Флэш Так Срочно Надо покупать Инфин Ребят Рандуил Че там еще Морелонумикон Какой-то Оксимирон Сюда прилетел А это Аркон А то я вчера Смотрел Оксимирона Вот что делает Как это говорится Магия интернета Если бы не было интернета Я бы и в жизни Не узнал Что есть Какой-то Оксимирон И так далее Человек А так сначала Его пиарили На одних каналах Когда он проигрывал Другому человеку Теперь его пиарили По другой причине Ой А теперь это имя Уже нам всем известно Ну не всем Те кто В магии интернета Не интернетит Морелка Инфин И Рандуин Да говорите Окей Лучшая комба Предметов На свете Ну я вижу Что у меня Проблемы с маной Поэтому Первый предмет Я уже решил Блин Так непривычно Вчера столько Заорна сыграл И хотел сейчас Зайти в кусты И докупиться Маны себе Докупить А потом такой Думаю Блин А я же не могу Если кто-то тебя гнул Ты в ответ Если кто-то тебя гнул Ты в ответ Бежать Вот так вот Браум Варды не поставил Все А не Рободон Нет Там по-моему Морел Номикон Была Ну я челленджи Себе добавлю Ребят В этой игре Если кто-то Если кто-то Тяпнул Не в ответ Да И с телепортом Было проще Играть Вообще Короче Не очень Я так понимаю Нами Вылетело У них Гена Крокодил Здесь один Теперь будет стоять Ну мастер Он парень Непростой Проще собрать Нет Тогда это будет нечестно Во-первых Это будет нечестно Я понимаю Что у тебя В крови Читерство Еврейство Или что-то там У нас еще А ты куда Ты же гена Крокодил Ты что Не трогай его Так вот Что я рассказывал Про то Что В крови Читерство И все остальное Но Там в правилах Написано Ты должен Выиграть С этими Предметами Вот я и выиграю С этими Предметами Если я буду Писать по-латышски Ты поймешь Ну если не Какие-то Сверхзаумные Фразы То конечно Пойму Фига у нас Там Браум Играет В пинг-понг С ним Он короче Тристану Щитом Пихает А она Упрыгивает Ой Походу Тристана Допрыгалась Зазевалась Дристан Немножко Это так смешно Сейчас выглядело Те кто смотрит Стрим С музыкой Погромче Поставив Они услышали Шутку Которую Сказал Браум И после этого Музыка Такая Тан-тарадан Тарадан Знаете Как в КВН Отбивочка Отбивочка Пошла В честь того Что сказал Браум Это была Шутка Браума И после этого Сразу же музыка Такая Веселенькая Мол здесь Смеяться надо Так Дальше Инфин нужно делать Зачем ты играешь За АПМ Не скажу Карая 1889 Не могу Тебе Этого Рассказать Их лучше В разных Играх Собирать Такие Вы Короче Не знаете Что такое Челлендж Вашей жизни Видимо Все Легко Все Слишком Тяжело И так Дается Поэтому Вы не Ищите Сложностей Ничего То Вы Не Понимаете Лига Легенд Это Как жизнь Иногда Она Бьет Вас Иногда Вы Ее Но Так Или Иначе Вы Должны Бороться Ну Че Ни Там Такое Я Пытался Слова Селестра Сталлона Из фильма Рокки Вспомнить Но Не Вспомнил Союзник Убит Там Было Что-то По типу Не Важно Как Сильно Она Тебя Бьет Главное Как Сильно Ты Можешь Держать УДАР Ладно Бежать О Плюшки Я Нашел Плюшки Кстати Если Ты Его За Это Вы Мы Его Сейчас Убьем Ой Больной Какой Что-то Мне Это Не Нравится Давай Убьем Я Умер Или Нет Ко Мне Ко Мне Ко Мне Давай Допрыгаешь Или У тебя Маны Нет Да У него Видимо Маны Не Было Поэтому Он Не Прыгал Ко Мне С С С С С С Блин А мне Не Хватает Денег Ни На Что А Подожду Немножко Вообще Это Один Из Лучших Билдов Который Может Быть На МФ Смотрите Ребят Сейчас Все Объясню Сначала На Лине Вы Максите Себе Свинцовый Дождь Вот Так Он Называется Здесь Абилити Пауэр Скейл И Плюс Чтобы Его Спамить У вас Маны Не Хватает На Ульту Тоже Это Работает Поэтому В Первый Уход 6 7 Левелов Морелка Идеально Заходит Она Вам Дает Усиление Маны КДР Перезарядка И Абилити Пауэр После Этого Вы Начинаете Переходить И Максить Кушку А Кушка У вас Критует Понимаете Да Как бы Критует И Так Как Она Критует Вам До Конца Инфинити Эйдж Усилит Вашу Кушку На Максимум После Чего У вас Начинаются Проблемы Потому Что Вы Хреновый Билд Сделали Вам Начинают Все Мзды Давать И Именно Поэтому Вы Вынуждены Будете Вы Вынуждены Будете Собирать Трандуин Чтоб Не Умирать От Адекери Которые С нормальным Билдом Играют Так Что Все Здесь Логично Видите Я Ульту Потратил Ешку Потратил Кушку А мана Все Еще Есть Как Ну Вообще Идеальная Стратегия Надо Попросить Чтобы Нами Вышла Из Игры Так Я могу Пик Купить Пойду Куплю Пик Опаньки Это Залет Арька Еще Куда Пойти Куда Податься Ярун Умирает На Топе Что Ярун Против Рус Сервера Умирает На Топе Ребят Я Даже И Не Заметил Там Люди Не Не Понимают Что Что Этот Билд Это Сикрет Пауэрап Билд Только Те Кто Истинные Игроки В Лигу Легенд Это Уже Поняли Все Молодые Игроки Не Могут Этого Понять Они Ищут Какие-то Лазейки Вдруг Двух Трех Играх Собирают Эти Предметы Также Ищут Лазейки Типа Выигрывая Уже Игру Продают Нормальные Предметы Покупает Эти Это Все Не Так Ребят Не Надо Так Я 4-0 И Понимаете Статистика Говорит О том Что Это Работает Если Зайдем Сейчас На сайт УПГГ Жаль Что Мы Не В Ранг Идем Так Вот Если Мы Зашли На сайт УПГГ По Нормальцам И Увидели Как Часто Люди Делают Давай Дальше Или Что Тут У нас Ловим 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 Пошел Сэл Хэллоу Ту Не за меня зачем ты-то прячешься за меня я значит такой прячусь за тебя а ты прячешься за меня в итоге мы оба спрятались а почему-то страдаю все но я странно это все ну ладно о там ерун прилетел вниз чет кого-то убил там ахи кстати чё в советах висит нет ни рундуина не морелки слабые советы определенно не самые лучшие советы атриутов здесь так вот я не успел договорить на о пгг теперь если зайти и посмотреть как часто делают билд инфинити с морелкой вы увидите что такие есть люди и вот откуда они берутся ищет еще так отчет куда-то у меня команда делалась почему у меня все в сером экране ходу моих союзников забагованная игра они в серые экраны отправляются этом нет ничего нечего пофармить она возвращаемся на мид и бабки так ну вот смотрите у них там мастер и он реально опасен ари до меня добираться не будет ее будет кто-нибудь другой убивать я уверен наша ари будет ее убивать них будет этот лисичий секс наша лисичка будет побеждать эту лисичку мы это посмотрим с вами во время игры поэтому мы сейчас переходим с вами в уже армор чтобы у мастера и не было шансов против нас а если гнар на нас нападет мы хоп замедление и все и как бы гнар не мешает нам давай 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 Хе-хе-хе. Си хеллоу ту мэй литл фрэнд. Вот она, всё. Ой, чё такое? Так, тихо, они не должны сдаваться. Они могут сдаться уже? Могут сдаться. Так, я пойду. Тут надо отпушить топ-лейн, ребят. Бот-лейн. Ну что же вы делаете-то? Они же сдадутся. А мы ещё не накопили. Не сурти, ну что это такое? Ты ещё и с врагами разговариваешь. Да тебя б за такое на войне-то. В военное время-то. У-у-у. Сколько осталось? О, ещё надо. Тысячу золота. Во! Во, это правильная игра. Тик. Просто я очень частый гость на ру-сервере, ребят. Поэтому желательно сделать это всё в этой игре. Есть тёмное, есть светлое. Он реально про пиво говорит? Так, надо сракалиться. Прикупить части составляющие. Восстановить ману хп. Заград отряды комиссаров лоли вести. Да-да-да. Впервые увидел, чтобы ты похвалил союзника, который отдался. Не, ну что ты творишь, Уранус? Ну вообще, он... Убей его, Гнар! Давай-давай-давай! Хорош! Ай, там команда... Доигрывает до конца. Так, сколько там надо было? 900, да, по-моему? Ну ты вообще, короче. Где 900 здесь? О, вышечка! Вышечка! Это соточка. Во. Чёрт-чёрт-чёрт-чёрт-чёрт! Они уже могут сдаваться. Так, нет, а мастер меня ещё идёт убивать. Ну а у меня-то танковая есть, от которой он не ожидал. Ха-ха-ха! О, 300 золота! Так, 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 быстро реколимся. Реколимся, реколимся. Да не мешать ты мне реколиться. Гнар, отвали. Ай, он не хочет, чтобы... Хотя я могу быстрый рекол сделать! Быстрый рекол! Давай, Гнар! Гнар! Да куда ты меня откидываешь? Хорош! Быстрый рекол, ребят. Всё, всё, всё. Фу. Справились. Быстрый рекол это проверенная стратегия. Я её очень часто использую в лесу. Когда вы вот здесь вот на големах или на вот этом громке, и вы чувствуете, что что-то идёт не так, и вам надо быстрее стреколиться, просто не мешайте ему. Он вас убивает, быстрый рекол. Проверенная схема. Всё, они могут эфэфить. Чё они эфэфают? Как-то непродумано всё. А что, если они задумали, что они могут нас победить? Ну, я думаю, они уже передумали, после того, как увидели, как наш Ясот обожает. 8 смертей! Вож ты мой! И опа, подкидывание! И опа! И всё. Даблкил! Ой! Опять Ясо у Мяур. Нифига! Вы видели там плейс от Эвеленки? Ай, я хвостик только подпалил. Плейс от Эвеленки видели? Она, короче, дала ульту, чтобы задом оказаться ближе к врагам. Слушай! Надо будет Сулаку так сделать. Давать ульту не по врагам, а мимо врагов, чтобы оказаться во врагах, чтобы потом сделать комбинацию. По ним. Так, давай, рундуин, рундуин. Ой, замедление, всё, он никуда не убежит теперь. Я же говорил, не убежит. Кстати, ребят, кто не знает, но я сейчас вам расскажу про анимации вот эти, чтобы вы знали, как это работает. При загрузке, ну, начнём с того, что... Давайте за Хонором Браума. Мы выполнили задание. Идеально. Идеально пройдено всё сегодня. Кстати, на сегодня стрим уже почти закончился. Если никому не интересно то, что я сейчас буду рассказывать, можете уходить. А по факту вот что я хотел вам рассказать. Смотрите. Сейчас в коллекциях есть такая вещь, как эмоции. В английской версии тоже здесь collection emotion. И у меня здесь куплено уже. Но у вас у всех есть стандартная одна вот эта эмоция. И вы можете их поставить на тэшечку, нажимая кнопку Т. У вас будет появляться вот такое окошко, где вы можете выбирать. Ну, как, со стандартными пингами. А, блин. Экрана не было. Начинаем с нуля. Коллекции. Эмоции. Попадайте сюда. Здесь у меня уже куплены эмоции. Вот вы видите, какие эмоции есть. Их можно купить в магазине. Там они вроде недорого должны стоить. Да, сохранить. Давайте посмотрим, сколько они стоят. Раз уж я зашел. Просто мне интересно. Вот, видите, сейчас на них скидки идут. Можно вот гаранчика себе прикупить. Ой, гаранчика. Перепутать гаранчика с Тариком. Это надо же быть. Можно собачку с котиком купить. Ну, это попора. А это типа саплинг. От Мяукая. Вот такого рода они есть. И есть поддерживающие команды Чемпионата Мира. Я, насколько понимаю, здесь, если вы покупаете поддерживающие Чемпионата Мира команду, эти деньги уходят просто на прямую команде. Или там 50 на 50. Ну, как-то так, в общем, ребят. Вернемся к эмоциям. Здесь есть функция. Начать и победа. Многие из вас не понимают, что это такое. Потому что здесь перевод не очень адекватный. В русской версии. А в английской здесь старт. Victory написано. Ну, что вроде бы как логично они перевели. Но идея заключается в том, что когда вы загружаетесь в игру, первая ваша эмоция спонтанно сама произойдет. То бишь, она произойдет после загрузки. В первые 15 секунд. Вы можете туда поставить любую эмоцию, какую хотите. Вот грустного омуму и так далее. А после победы вашей, когда вы выиграете, ваш герой тоже автоматически заспамит эмоцию мгновенно. Ну, и можете сделать вот там Блицкранка или вот эту девку. Ну, у всех у нас сначала есть вот этот палец. То есть, по сути, вы оба пальца можете просто поставить. А можете не ставить вообще ничего сюда? Или нельзя так? А, вот так. Правой клавишей мыши. Нажимаете ничего. Тогда при загрузке ничего нажимать не будете, а так будете. Я просто вижу, что многие вообще не поставили эмоции. Ну, как бы, куже не будет, ребят. Вот, например, при победе я сдаюсь, а так вот и сохранить. Все на сегодня, ребят. Это был... Секунду. Вот теперь точно все. Это был короткий стрим по Ру-серверу. Мы пунктики поуполняли чемпионатам мира. К сожалению, здесь очки. Не очень хорошие прогнозы дал. Но я верил в американцев. Верил в некорейцев. Все корейцы вышли. И все китайцы вышли. Подстава. Ну, в общем, ничего нового. Добавлю сейчас друзей новых и в следующий раз обязательно вас добавим в игры на Ру-сервере. А на сегодня стрим заканчивается. Пойду отдыхать. Завтра в 11.00 чемпионат мира. Четверть финала. Первая игра. Команда Лангжу против команды Samsung Galaxy. Это будет мясо. Всем приходить, всем смотреть. Кто не придет, у того писька стоять не будет. Всем пока.